Прерогатива, да? Его задача генерировать идеи. Я очень много лет в науке, вот таких генераторов идей я очень редко встречал. И надо таких людей ценить, надо таких людей уважать. Наоборот, ему надо создать условия, прикрепить к нему людей, я не знаю, какую-то маленькую группу людей, которые сумели бы пробивать дорогу его научным идеям. То есть какой-то менеджмент науки, конструкторских бюро или при таких людях, во всяком случае. Но если там Триамаран и Чистая вода, это глобальные проекты такой мирового масштаба, у вас был проект, почтофон, который мог начать старт прямо с нашей республики. К какому он состоянии, к кому вы обращались? Действительно, вы правильно отметили, этот проект как раз-таки по силам нашей республики, я считал. Это аппарат с размером обычный таксофон, который мы все знаем, чуть может больше, чуть меньше. Он практически решал задачу доставки письма со скоростью электронной почты, используя интернета, и конфиденциальность старого обычного письма. То есть это ниша, востребованная, пустая. Об этом говорят и статьи положительные во всех российских и дагестанских специальных журналах, и публицистических. Об этом говорят заключение институтов, заключение министерств промышленности, информатики, экономики нашей. Все за. Федеральные связи, кстати, тоже почтовые. И в связи с этим в начале этого года мы разработали бизнес-план, досконально все это написали, как положено. Представитель нашей, председатель нашей, председатель ДНЦ Академии РАН нашей, Камил Игорь Михайлович, написал письмо в госсовет, правительство, с просьбой выделить сумму определенную для начала экспериментальных разработок. Вот. Потому что удивительное в единодушии всех было сторон, что это нужна республика. Несколько министерств, да? Да. И к тому же у нас же все заводы практически стоят, огромные площадь освободившиеся. И все думали мы, что вот в этой мировой специализации ниша это пустая. Потому что этих аппаратов аналогов даже близко нет в мире. Это абсолютно новое изделие, которое решает, как телефон возник сто лет назад и завоевывал. Вот сейчас в каждом квартире стоит, в каждом офисе. Вот такой же аппарат будет, мы его в будущее видим, тоже должен также оккупировать весь мир. Во всем мире более 680 тысяч почтовых отделений. В России свыше 40 тысяч отделений. Это позволит огромной России, все огромные транспортные расстояния, то есть исключить транспортные составляющие, удешевить все это, скоростное сделать. Опять-таки была мечта, что вот мы должны заявить моду. Вот в мировой специализации, в Дагестан, используя наши пустые площадя, используя наши первенства в этом, мог бы этот товар предложить и пробивать. Но, к сожалению, на обращение Ивана Камиловича ответили, что денег нет в республике. Всего 4 миллионов надо было. Я здесь буквально хочу проиллюстрировать, с Вашего позволения, Ивана Юсуповича. Вот у меня в руках письмо председателя президента Регистанского научного центра РАН председателю госсовета Магомеду Али Магомедовичу, где он отмечает техническую новизну и ее огромную перспективу. Магомед Али Магомедович, соответственно, резолюцию пишет, чтобы министерство дали оценку и, по возможности, наверное, внедрили. Потому что есть такое указание здесь. Есть ответ из Министерства экономики, где министр экономики Ильясов справедливо пишет о том, что у созданного вами предприятия ДакТек отсутствуют собственные средства в размере 20% полного объема финансирования инвестиционного проекта, что является обязательным условием для участия в конкурсе, что это нужен конкурс. То есть у них свои условия игры, которые вот вы пока не подпадаете. В конце написано внедрение проекта «Почта фонд в Дагестане» положительным образом скажется на имидже нашей Республики Российской Федерации, будет способствовать привлечению российского иностранного капитала в ее экономику. То есть это считаем целесообразным изыскать возможность финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по данному проекту за счет других источников, таких как Федеральная целевая программа «Электронная Россия» 2002-2010 годы и других небюджетных источников. Что же получается? Вся цепочка пройдена. Все за. Ругать и обвинять некого. И каждого по-своему можно понять. А дело стоит и опять с неясной переспекли до 2010 года, хотя опыт вот этого Триамарана показывает, что буквально через полгода идея может быть перехвачена и реализована совершенно в других странах. Еще, слава Богу, было весы в других республиках. Слава Богу, не сомневайтесь, потому что это очень такой компактный прибор, его очень быстро и украдут, и сделают. Вот мы сказали про Триамараны, вот, чтобы сказать, вот другой материал, что это самолеты. Все такое промышленный шпионаж. То, что я предлагал спасение авиапассажиров, капсулы, прочее, другие системы усиления там, для того, чтобы в связи с тем, что в патентах, в статьях у меня в журналах было, теперь военные конструктора в Америке рассказывают, что они к этому пришли и начинают это делать. Это в журнале Ломоносов, в нашем журнале «Последний Ломоносов» есть, очень такой, он с американским журналом «New Scientist», «Новая наука», вот, сотрудник, перепечатал их статьи. Ну, поскольку настолько идентичны тексты моих статей и тексты, то, что они пишут, я поднял все это, сравнил, и приятно, что это промышленный шпионаж. То есть там, мы все прекрасно знаем, в их посольствах сидят группы, всю литературу, всю почту они, все журналы, газеты прочитывают, выбирают, посылают, работают. И поскольку военные организации наиболее мобильные в этом плане, деньги есть на всякие, коммерческие могут не рисковать, там что-то делать, не хватает, а эти опробируют у себя, потом доставляют свои передовые компании, как Boeing, у себя внедрять, через международные организации проводят решения, обязательности этих дел, например, вот, по 200 тысяч аппаратурах, чтобы не сталкивались самолеты. Помните, они вели, дали нам срок, 5 лет, 3 года, потом раз, и выдавили наши самолеты из международных рынков, то же самое, моторы, загрязни, шумность моторов, проблема. Вот через 5-6 лет, они скажут, через 10, что если эти капсулы не будут, например, то эти самолеты не будут летать, они будут правы, потому что безопасность пассажиров прежде всего стоит на этом плане. Любой имя пассажиров. И второй момент, посмотрите, что творится с вертолетами у нас, ясно же, что у нас нет денег в массовом количестве, как в Советском Союзе, выпускать вертолеты, все вертолеты устареют, только ремонтом занимают, но все равно металл устает, там прочее другое. Придумана ли система спасения, вот сейчас губернатор Сахалина на днях погиб, выяснил, до этого в нашей Чечне падают вертолеты один за другим, но есть система простейшая, минимальные затраты, модернизация, и люди будут спасаться. Перетолёт погибает, но люди будут спасаться при этом, это самое важное в этом моменте. И в Южный федеральный округ обращались, и в правительство России отдавали. Удивительное безразличие, удивительный отказ, денег нет. На что же у них деньги есть, если на это нет? В связи с этим как раз я хочу обратиться, возвращаясь вот к этой цепочке, которую мы вкратце показали, что мы никого не упрекаем и не обвиняем. Действительно, там у них есть свои правила игры в выделениях и финансировании. Но если мы будем по-прежнему продолжать смотреть через зашоренные очи, скажем так, не сумеем повернуться совершенно на эти неожиданные рак, что ли, решения этих проблем. Я не знаю, будет ли это экспертная группа, какая-то специальная, которая будет заниматься внедрением и менеджментом наиболее перспективных проектов. В Дагестане именно. Я хочу начать с Дагестана, хотя мне абсолютно не безразлично, что делается в нашей великой России. Это когда наши лучшие ученые работают на Пентагон. Поэтому нам просто надо сначала сесть и ученым, и производителям, нашим директорам крупнейших наших предприятий. И прежде всего, я сказал бы, экономистам, менеджерам, банкирам, инвесторам сесть вместе и подумать о том, что вы говорите, вот эту пирамиду поломать. Почему же там тот же доллар, который в космос вкладывал, давал до 4 долларов, предположим, 3-4 прибыли, а у нас это все считалось затратным. Поэтому мы только резко снизили на этот же космос расходы, и чем это грозит, мы прекрасно знаем. А тут вот конкретный пример. Есть дагестанские изобретатели, дагестанские изобретения, в конце концов.